Девушки отдыхают 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 Наверное их было несколько Но мне бы хотелось Отметить 1964 год Когда библиотеке Было присвоено имя Михаила Юрьевича Лермонтова И это большая ответственность В том числе сотрудников Библиотеки Не просто быть Мемориальной библиотекой Понятно что город Ставрополь Ставропольский край Связывают с именем Лермонтова Но что делает библиотека, которая носит его имя? Это, конечно, проводят культурно-просветительские мероприятия разные. И Лермонтовские чтения. И Всероссийская конференция у нас, интересно, прошла, которая называлась «Лермонтов и Кавказ». И издает разные пособия, указатели, посвященные Лермонтову. И еще один буклет, он называется у нас «Лермонтов и Ставрополь. История во времени». И в этом буклете мы отразили те места, которые связаны с пребыванием Лермонтова в нашем городе. И те современные учреждения, которые тоже с ним связаны. Это, конечно, и Ставропольский академический театр, это наша библиотека, это памятник Лермонтову, это улица Лермонтова. Вот для молодежи, ну, я думаю, не безинтересно познакомиться с таким пособием. Когда библиотека переехала в современное здание, вот это вот роскошное на площади Ленина? 1955 год. Когда мы читаем страницы истории нашей библиотеки, то, конечно, каждый раз удивляемся. Немного времени прошло после окончания Великой Отечественной войны и в начале 50-х годов, когда проектировалось вот это потрясающее здание с 11-метровыми колоннами, с лепниной, с большим читальным залом. И это здание было первым на современной площади Ленина. 1955 год. Не могу не спросить. Знаю, что уже несколько лет идет реконструкция этого главного здания. Когда все-таки мы сможем зайти в краевую библиотеку через центральный вход? Конечно, реконструкция была нужна, потому что с 1955 года прошло много времени. Наше здание – это памятник истории и культуры регионального значения. И вот на настоящий момент рассматривается несколько вариантов завершения реконструкции. И я думаю, что мы можем надеяться, что в 2018 году мы уже будем принимать читателей в двух зданиях одновременно. Ну, я тоже на это надеюсь. А скажите, вообще с развитием телекоммуникации, стремительным таким развитием последние годы, я бы сказал, книга, а вместе с ней и библиотечная система, не уходят ли они на этом фоне, на второй или даже третий план? Вот в деле передачи информации, хранения ее, получения информации. Я бы хотела начать с последнего исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Буквально в начале декабря были опубликованы цифры, что 60% россиян читают. Но, конечно, не 60%, не все они ходят в библиотеки. Кто-то пользуется электронными книгами, кто-то читает книги из домашних библиотек. Возможностей много. Ну и, конечно, и на примере своих читателей мы тоже можем сказать, что такие толпы, как были на рубеже 20-21 века, у нас сейчас нет. Но и время поменялось. Мы теперь употребляем два термина. Первое – это читатели, которые приходят в библиотеку. И второе – это пользователи, которые пользуются электронными книгами. У вас на сайте, насколько я понимаю, есть возможность получить доступ к вашим электронным ресурсам, да? В нашей библиотеке есть разные возможности. Но сначала, наверное, можно сказать о том, что сама библиотека в течение ряда лет формирует электронную библиотеку под названием «Память Ставрополя». И наиболее ценные, редкие, краеведческие издания мы оцифровываем, в этой библиотеке размещаем. Вот сейчас в ней более 4 тысячи экземпляров. Поэтому совершенно спокойно наши читатели могут, сидя дома, заниматься и использовать эти документы. А вторая возможность – уже два года, как мы ввели электронный абонемент. Есть такая электронная библиотека «Литрес». Ну, наверное, многие сейчас слышали рекламу ее. Идет 865 тысяч электронных книг в этой библиотеке. И пользователи, наши пользователи, наши читатели могут совершенно спокойно использовать и эти книги из библиотеки «Литрес». Надо только записаться к нам. В качестве нововведения или подарка нашим читателям вот в декабре мы открыли электронный читальный зал на сайте нашей библиотеки. В нем сейчас размещен альманах «Литературное Ставрополье». Мы все знаем наш литературно-худовственный альманах, «Злительная история», он с 1941 года выходит. Мы гордимся им. И альманах, который выпускается при поддержке правительства Ставропольского края, он по библиотекам распространяется. Но теперь можно читать его еще и в электронном виде в удобном режиме, не выходя из дома или в транспорте. Вот вы немного коснулись темы краеведения. Правильно ли я понимаю, что для краевой библиотеки эта тема одна из ключевых? Конечно. Приоритеты в деятельности нашей библиотеки – это краеведение. Это, конечно, формирование фонда краеведческих изданий. И кроме той литературы, которая издается на территории края, наши краеведы внимательно отслеживают, где еще в Российской Федерации. В книгах есть упоминания о Ставропольском крае. Мы стараемся и эти книги тоже приобрести. Конечно, очень интересное направление – это наш праздник краеведческой книги, который каждый год к Дню Ставропольского края мы приурачиваем. Когда все новые книги, которые вышли в течение года, мы на этом празднике выставляем. А лучшие из них, ну где-то порядка 20, получают дипломы признания Министерства культуры Ставропольского края и Ставропольской краевой библиотеки. Конечно, краеведы занимаются и научной работой, это и издание библиографических указателей, и краеведческих пособий. Но хотелось бы похвалиться победой нашего Ставропольского хронографа. Он в этом году стал победителем конкурса Российской библиотечной ассоциации в номинации «Лучшая профессиональная книга года». Конечно, это победа всего коллектива авторов. Вера Ивановна, библиотека – это ведь не только книжный фонд, это еще и люди, которые в ней работают. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, профессия библиотекаря в современном мире, ну не самая, наверное, престижная, уж точно не самая модная. Сейчас что в моде, там дизайнеры, фотографы, может быть, специалисты в области СММ, HR. Кто работает сегодня в библиотеке краевой? Что это за люди? 135 человек. Это коллектив в библиотеке. И как о коллективе, так и об отдельных людях я могла бы говорить очень много. Безусловно, это директор, который возглавляет библиотеку. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Зинаида Федоровна Долина. Это ветераны. Порядка 15 человек у нас в библиотеке работают больше 30 лет. И это люди, которые хорошо знают работу и которые передают опыт. А из молодежи, это практика последних лет, к нам стало приходить молодежь, молодое поколение. Причем приходят с разными квалификациями, с разными профессиями. Но тот, кто остается, это иностранные языки, и взаимодействие с общественностью, и пиар-деятельность, и журналисты. Но вот тот, кто приживается, потом получает второе образование библиотечное. И это, конечно, очень приятно. Где получают профессию библиотекарей? До недавнего времени у нас в Северо-Кавказском федеральном университете было отделение. Теперь оно закрыто. Из ближайших это Краснодарский университет культуры, который я, кстати, заканчивала. Ну и, конечно же, хочу спросить о мероприятиях, которые у вас приурочены к 165-летию библиотеки. Как отмечаете юбилей? Юбилей мы решили отметить не просто торжественным мероприятием. Понятно, что хочется пригласить и почетных гостей, и наших читателей. И хочется и самим что-то сказать, и услышать хорошие слова. И поэтому мы решили провести комплекс мероприятий. Он состоит из трех встреч. Это публичный отчет перед населением под названием «Есть такая библиотека». Он состоялся в середине декабря. У нас прошли межрегиональные профессиональные дебаты. Региональная литература как гуманитарный сегмент культурного пространства Северного Кавказа. И не случайно с таким названием в этой встрече приняли участие и представители национальных библиотек Северо-Кавказского и Федерального округа. И, конечно, торжественное мероприятие, посвященное нашему 165-летию. Это вечер Лермонтовка. Путь сквозь время. Ну, честно вам скажу, из нашей беседы я узнал для себя много нового. Но, признаюсь, и даже покаюсь, последний раз в библиотеке, вот именно с целью получения книг, информации из них, я был в студенческие годы. То есть прошло уже нацать лет. Приглашаем. Да, абонемент можно восстановить или надо по новой записываться? Что делать мне? Выписывают новый читательский билет, никаких сложностей здесь нет. Для жителей города Ставрополя нужен паспорт и маленькая фотография, потому что у них есть возможность взять книги на дом. А для тех, кто у нас приезжий, просто паспорт. И они пользуются всеми возможностями, всеми документами нашей библиотеки. А ведь кроме того, что у нас книги, библиотека несколько трансформируется, и сейчас библиотека звучит как интеллектуально-досуговый центр. И нельзя об этом не сказать. Мы проводим огромное количество очень интересных мероприятий, как в стенах библиотеки, так и на открытом пространстве. Очень приятно, что в них принимают участие разные социальные слои населения и разные возрасты. Я знаю, что есть при библиотеке определенные тематические клубы по интересам. Вот несколько направлений можете перечислить? Один из, наверное, из долгожителей – это клуб беседы о кино. Его ведущий Геннадий Николаевич Хазанов. И, безусловно, его знают, да, очень многие. Клуб беседы с искусствоведом Ольгой Борисовной Бендюк. Совершенно потрясающий клуб. Творческая лаборатория журналистского мастерства «Плюс», которую ведет известный в край и не только журналист Ольга Ивановна Лепилкина. У нас есть клуб «Садовод», у нас есть клуб интеллектуальных настольных игр. Много разных. Но я надеюсь, что тот читатель, который приходит к нам, находит для себя занятие по интересам. Ну, главное, что я для себя сегодня понял, что библиотека – это давно уже не то место, где просто на полках стоят книги. Это, ну, в определенном, как вы сказали, в определенном смысле некий досуговый центр, да, можно и так, наверное, назвать. Конечно, трансформация произошла, да, и надо прийти в библиотеку, чтобы познакомиться с ее возможностями. Прежде всего, прийти. Хорошо, я так точно приду. Еще раз поздравляю и вас, и руководство библиотеки, и сотрудников, и читателей с этим юбилеем. Разумеется, он не последний, потому что библиотека по-прежнему востребована. Спасибо большое. Еще раз благодарю вас за интересную беседу. Поздравляю с юбилеем. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин